Современные флористы и дизайнеры возродили традицию флорариумов, сделав их доступными по цене. Композиция из растений в стеклянной емкости, востребованной в оформлении квартир, загородных домов и офисов. Сад в бутылке гармонично смотрится как на рабочем столе, так и на кухонной столешнице. В этом выпуске программы мы покажем, как их делают. Флорариум – это закрытая емкость из стекла или каких-либо других прозрачных материалов, предназначенная для содержания и разведения растений, является живым элементом декора. Появились первые флорариумы еще в середине XIX века. На первом этапе изготовления флорариумов стеклорезом из 2-мм стекла вырезаются детали в виде треугольников. Конструкция будущего изделия представляет собой правильный икосайдер – выпуклый многогранник, где все углы при вершинах равны между собой. Для такого флорариума нужно 15 треугольников. После того, как детали вырежут, их необходимо выровнять. Шлифовка производится на специальном устройстве. Далее проходит этап их обезжиривания. Для этого все треугольники протирают спиртосодержащим раствором. После этого детали обматывают медной фольгой на клейкой основе. Это несложный, но в то же время требующий аккуратности процесс. Фольга подбирается по ширине в зависимости от толщины стекла, рельефности и художественного замысла, а также по цвету подложки – медная или черная. Необходимо тщательно разгладить детали, создавая гладкую окантовку. Теперь треугольники необходимо собрать в одну конструкцию. Это делается с помощью оловянного припоя. Полностью спаянный витраж промывают и протирают специальным антиоксидантом. Это делается для того, чтобы нейтрализовать химические вещества, которые образовались при пайке. После просушки можно приступать к патинированию швов. Это выполняется кисточкой и черной патиной. Патина – это то химическое соединение, которое окрашивает основной элемент припоя – олова. Финальным этапом создания витража является нанесение на швы антиоксиданта, который препятствует их окислению. Теперь можно приступать к декорированию флорариума. В емкость помещают грунт. Для декоративного эффекта слои грунта можно чередовать с небольшими прослойками разноцветного песка. Далее переходим к заселению растений в емкость. Для этого их вынимают и стараются по максимуму очистить корешки. Затем растения укореняют в подготовленном грунте. Приступаем к декорированию. Усыпаем поверхность декоративными камешками. Вот и все. Флорариум готов. Теперь вы знаете, как их делают. Узлы вяжут уже тысячи лет, используя их не только для дела, но и для украшения одежды и дома. Сегодня популярны необычные подушки для интерьера, выполненные в технике плетения узлов. Декоративная подушка-узел выглядит оригинально, в отличие от стандартных прямоугольных моделей. Их изготовлением занимаются и в Казахстане. В следующем выпуске программы мы покажем, как их делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова